Меня зовут Алена Денисова и я ландшафтный архитектор. И мы поговорим про малоуходный сад. Для начала стоит прояснить, что уход саду в любом случае нужен. Не бывает такого, что вы один раз вложили силы и средства в создание сада, а потом все растет само. Раз уж дома или квартире требуется регулярная уборка и хотя бы мелкий ремонт, то что говорить о саде, где растут живые растения? Давайте рассмотрим, какой уход нужен саду в принципе и как его можно минимизировать. Газон. Мы не будем рассматривать вариант мавританского газона из луковых цветов или газона склевера. Поговорим про обычный злаковый газон, по которому можно пройти, полежать, поиграть в футбол. Он требует стрижки, как уже говорилось в видео про газон, раз в неделю. С этим ничего не поделать. Если стричь его реже, это только ухудшит ситуацию, поскольку редкий покос наносит вред газону. И на его восстановление вы можете потратить больше сил, чем на регулярную стрижку. И если с чистотой вы ничего сделать не можете, вы можете облегчить себе эту еженедельную задачу следующим образом. Во-первых, четкое разделение между тем, где у вас газон, а где у вас посадки. Избегайте одиночных посадок маленьких кустиков на газоне, лучше скомпонуйте их в живописную группу. Во-вторых, газон и посадки должны быть отделены чем-то, например, аккуратным пластиковым бордюром. Пространство между растениями можно замульчировать, там газон не нужен, да и расти он там не будет. Если вы сделаете такое разделение, то вам не придется тревожиться, что вы случайно скосите цветы или обрубите веточки кустарнику. Также вам поможет простая конфигурация газона. Прямые или слегка изогнутые линии газонокосилкой проходить проще, чем извилистые. Если стиль сада позволяет, то и фонари вдоль дорожки можно оформить какой-либо отсыпкой, чтобы не мучиться с их обкашиванием. Идем дальше. Посадки. Из посадок наибольшего ухода на участки требуют цветники. Однолетникам помимо посадки требуется постоянная прополка, полив и уборка осенью. С многолетниками еще веселее. Хоть их не надо каждый год высаживать заново, но иногда их все равно нужно рассадить по мере разрастания, а помимо полива им требуется подкормка и рыхление. Также на зиму их, как правило, нужно обрезать, а в некоторых случаях укрыть. Как упростить задачу? Самый радикальный способ отказаться от цветников и заменить их красиво цветущими кустарниками. Если же вы никак не представляете своей садовой жизни без цветов, то тут есть пара советов. Во-первых, выбор неприхотливых пород и сортов, которые не требуют зимнего укрытия или, например, особых починных условий. И второе – это мульчирование, чтобы уменьшить потребность в прополке и поливе. Разумеется, мульчировать можно не только цветники, но и посадки кустарников и приствольные круги деревьев. Везде это будет в тему. Если стоит выбор между щепой и корой, лучше выбрать кору, поскольку она медленнее разлагается и более презентабельно выглядит. В любом случае и кору, и щепу нужно будет периодически обновлять. Не берите цветную щепу, она быстро выцветает. И лучше не использовать в качестве мульчи каменную крошку, поскольку в случае, если вы захотите ее поменять или убрать, вы замучаетесь ее выгребать. Кроме того, каменная крошка выглядит несколько неуместно в качестве мульчи. Идем дальше. Кустарники. Кустарники требуют стрижки, если вы хотите, чтобы они выглядели презентабельно. А также полива и подкормки. Хвойные кустарники могут требовать весеннего укрытия. Капризные кустарники типа розы или тех же рододендронов могут требовать зимнего укрытия. Если вы не хотите мучиться с укрытием, откажитесь от капризных кустарников. И вообще, внимательно относитесь к выбору посадочного материала. Если вы не готовы много уделять внимания посадкам, выбирайте заведомо устойчивые и неприхотливые растения. И не совершайте импульсивных покупок в садовом центре. Сначала убедитесь, что растение точно подойдет для вашего участка. Что касается стрижки. Для того, чтобы куст был густым, его нужно подстригать хотя бы раз в год. Также необходимо срезать сухие, больные и поврежденные ветки. Это касается так называемых свободно растущих кустарников. А вот формованная живая изгородь требует стрижки еще чаще. Как минимум 2-3 раза в сезон. Или по мере отрастания побегов. Так что учтите и этот момент. Существует поверье, что хвойные растения требуют меньшего ухода, чем лиственные. Это верно лишь отчасти. Они не требуют уборки опавшей листвы осенью. И так как они, как правило, растут несколько медленнее лиственных растений, их нужно стричь реже. Во всем остальном они также требуют полива и подкормки. И, как я уже сказала, некоторые из них требуют, в отличие от лиственных растений, укрытия от весенних ожогов. Поэтому варианты засадить все хвойными не сильно уменьшат объем работы в саду. Следующий пункт, касающийся растений. Обязательно сажайте растения с учетом разрастания. Я понимаю, что когда вы приносите из магазина горшки с крошечными кустиками и многолетничками, ведь легко желание посадить их покучнее. Но этим вы обрекаете себя на неминуемую работу по пересаживанию разросшихся растений через несколько лет. Да еще и усложняйте жизнь самим растениям, сокращая им площадь питания, за что они тоже вам не скажут спасибо своим цветущим видам. И еще про посадку. Чтобы избежать лишних телодвижений даже с самыми неприхотливыми растениями, выбирайте для них подходящие условия. Если растение светолюбивое, оно не будет расти в тени. Если растение влаголюбивое, обеспечьте ему такие условия. Иногда эти правила нарушаются даже не от упрямства, а просто по незнанию. Вроде бы растение простое, должно расти. У соседа же растет, а вы его и поливали, и подкармливали, а оно все равно чахнет. Потому что растет с северной стороны глухого забора, а ему нужно солнце. Идем дальше. Полив. Если вам позволяют финансы, можно рассмотреть вариант устройства системы автополива. Удовольствие это не дешевое как на этапе установки, так и на этапе эксплуатации. Если вопрос экономии перед вами не стоит, то почему бы и нет. Если же финансов для автополива нет, то во всяком случае предусмотрите на участке несколько водяных розеток с таким расстоянием между ними, чтобы длины шланга хватало, чтобы охватить все требующие поливы территории. Про пруды еще будет отдельное видео, но и в рамках темы малоуходного сада нельзя не сказать, что если вы хотите минимально ухаживать за садом, то пруд не для вас. Пруд требует к себе немало внимания. Теперь отойдем немного от растений, потому что помимо них на любом участке есть еще и дорожки. Для дорожек лучше выбрать такое покрытие, которое легко чистится от грязи, песка, снега, из которого легко сметать листву осенью. Идеальным вариантом в этом смысле является тротуарная плитка. Второй по популярности и удобству материал это натуральный камень. Но в плане эксплуатации натуральный камень, особенно самый популярный, песчаник, может преподносить сюрпризы. Колодцы расслаиваются и со временем плиты могут начать гулять. Если швы между плитами заполнены травой, это тоже требует дополнительных усилий по поддержанию презентабельного вида. Разумеется, это все не повод отказываться от песчаника, но плитка в плане малой уходности понадежнее. И последний пункт нашей программы, который, можно сказать, объединяет все предыдущие и является очень важным не только в малую уходном саду, но и в любом другом, это планирование и проектирование. Когда у вас есть четкий план действий, уменьшается вероятность того, что придется что-то переделывать. И это также сэкономит вам время. Вот и все, что я хотела сказать про малый уходный сад. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. А также подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вот и все. Пока!